Всем доброго времени суток! С вами Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по шахматам. И сегодня мы поговорим с вами о новом мини-сериале компании Netflix «Ход королевы» или в оригинале «Куинс Гамбит», который увидел свет 23 октября 2020 года. И с тех пор модные журналы обсуждают наряды главной героини, пишут рецензии об идеологическом противостоянии и анализируют сходство типажей героини с героинями нашего времени. Но мы поговорим исключительно о шахматах этого вполне шахматного сериала. Сериал про гениальную американскую шахматистку Элизабет Харман, которую блистательно сыграла Аня Тейлор-Джой. «Ход королевы» – экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке, которая борется с лучшими игроками мира, но прежде всего со своими главными врагами – алкоголизмом и пристрастием к транквилизаторам, доставшимся ей из не самого простого детства. Ведь уже в 9 лет Элизабет Харман теряет мать в страшной автомобильной катастрофе и попадает в детский дом. Именно в детском доме она, с легкостью решая все задачи по математике, и отправленная в один из дней учительницы в подвал, встречает угрюмого уборщика мистера Шейбелла за игрой в шахматы. Так, изо дня в день, наблюдая за игрой мистера Шейбелла в шахматы, она через какое-то время предлагает ему сыграть с ней партию. Партия заканчивается быстро, детским матом, но это не останавливает настойчивую девочку. Она начинает анализировать партии самостоятельно, в уме, сыгранные накануне, и уже через несколько досадных и достаточно быстрых поражений сама ставит мат своему первому учителю. Первой победной партией Элизабет Харман является следующая партия, диаграмма, которую мы видим на доске. На самом деле, это партия Джокина Грека, одного из сильнейших шахматистов XVII века, сыгранная, ну или написанная Грека в Риме в 1619 году. Партия эта началась итальянской партией, С4, С5, не будем вдаваться в детали дебюта, который был разыгран не лучшим образом за черных. После хода Ж5 Элизабет Харман, так же как и Грека, несколькими веками ранее, наносит страшный по силе удар конь бьет Ж5, разрушающий пешечное прикрытие короля. ФЖ, ферзь, Х5, шах, король Д7, и два слона белых вместе с ферзем набрасываются на черного монарха. С4, слон Ж5, ферзь, Ж7, слон Е6, шах, еще одна симпатичная жертва, король Е6, ферзь Е8, шах, конь Ж7, и удар по центру Д5 мат. Вот такая вот симпатичная матовая атака и первая победа в жизни Элизабет Харман на шахматной доске. Не поверившись своим глазам, мистер Шайбл приглашает познакомиться с юным дарованием директора местного шахматного клуба мистера Ганса. Однако мистера Ганса ждет похожая участь. Элизабет с легкостью обыгрывает мистера Ганса с помощью хорошо всем известной комбинации, взятой из партии Ретти Тартаковер, сыгранной в Вене в 1910 году. Эта диаграмма, эта позиция встречается на страницах многих шахматных учебников. Комбинация на завлечения. Ферзь Д8 шах, жертву Ферзя Белый завлекают короля на открытую линию Д, где благодаря этому рентгену и следующему за этим двойным шахом черные попадают достаточно неожиданно в матовую сеть. В случае король Е8 следует ладья Д8 мат, после король С7 партия заканчивается таким вот симпатичным матом на Д8. После этой победы девочка почти не знает поражений, сокрушая раз за разом более именитых соперников. Она сначала побеждает в чемпионате штата Кентукки, обыгрывая в решающем раунде Гарри Белтик. Партия между Элизабет и Гарри тоже взята из классики, пусть не столь известной, а именно из партии между Рашидом Нижмединовым и Генрихом Каспаряном, сыгранной в 1955 году. В этой позиции в фильме, в одной из серий сериала, Элизабет наносит сокрушительный удар, еще одну жертву ферзя. Ферзь бьет Ж6 шах. После король бьет Ж6 следует красивый танец белых ладей. Ладья 1, Ф6 шах, король Ж5. Ладья Ф5 шах, король Ж6. Ладья 7, Ф6. Король Х7, еще два шаха ладьей, с тем, чтобы оттеснить короля на край доски и ходом слона Ф5 заковать его вот в такую симпатичную матовую коробочку. Еще одна матовая комбинация, окрыленная этой победой Элизабет, поддерживаемая своей приемной матерью, начинает выезжать на различные опен-турниры в соседние Штаты и, одержав несколько ярких побед, летит в Мексико-Сити, где принимает участие в первом международном турнире. Следующая партия, следующая позиция из ее партии с юным дарованием из Советского Союза Георгием Гиревым. Эта партия тоже взята из практики, а именно из партии между Дмитрием Яковенко и Даниэлем Стильвагеном, сыгранной в Эйконзее в 2007 году. Но гроссмейстерам, играющим в Эйконзее, видимо, не было известно, что в Мексико-Сити в 1966 году эта позиция уже стояла на доске у Элизабет Харман, и она сделала здесь очень сильный и симпатичный ход H5 с тем, чтобы после ладья Е2 ответить А4, таким образом обеспечивая своего короля, ладья Б2, король А3. А вот король черных достаточно неожиданно оказывается в матовой сети. После хода ЖАЖ белые играют Ж6 с угрозой ладья Х7 мат, после слон Ж7 ходят ладья С8, выигрывают слона и с ним и партию. Пройдя через огонь, воду и медные трубы, в этом сериале Элизабет, наконец, с помощью друзей и подруг берет себя в руки и летит в далекую Москву, где, награждая соперников взглядами а-ля Александра Горячкина и изящества, а-ля Александр Костенюк, обыгрывает грозных советских шахматистов, на поверку оказавшихся очень доброжелательными и галантными джентльменами. Заключительная партия сериала против чемпиона мира Василия Баргова, которая долгое время следует партии Василия Иванчука с Патриком Вульфом из Билля 1993 года. Но на 37-м году Элизабет играет чуть иначе, чем Василий. Василий Иванчук здесь сыграл g4 и в дальнейшем партия завершилась в ничью. После же хода избранного Элизабет ее соперник, тоже Василий, но не Иванчук, а Баргов, здесь играет, наверное, чересчур оптимистично. Он делает ход ладья а4, нападая на центральную пешку белых. Проблема в том, что после съедения этой центральной пешки выясняется, что ввиду некоторых тактических нюансов конь бьет d6, угрожая вилкой на f8 черным, чтобы не потерять материал, приходится бить на e6, тогда белые берут dE, cd, e7. Пешка e внезапно становится очень опасной. И совмещая угрозу превращения пешки в ферзи с неприятным противостоянием по диагонали b1h7 и угроза ладья бьет f6, выясняется, что белые поставили черных в достаточно неприятное положение и, возможно, позиция уже просто незащитима. Черные пытаются укрепить ладью, в центре которую они добровольно завели на поле e4 ходом d5, на что белые отвечают c5, поддерживая пешку e7. После ферзь e8 ходит ферзь f3, сдваиваясь по линии f. Это сдвоение сыграет решающую роль в этой партии. Ферзь c6 еще один крепкий позиционный очень сильный ход b4, поддерживающий слона на c5. Чемпион мира, коим является в фильме Василий Баргов, ходит ферзь e8 и предлагает ничью. Но предложение отвергнуто Элизабет, так как она уже почувствовала вкус победы и понимает, что вскоре сама станет чемпионкой мира. Ферзь f5, шах, король h8 и еще заключительная, финальная жертва ферзя. Ферзь бьет f6, на сей раз эта жертва временная, так как пешка e7 вскоре сама станет ферзем. Ферзь h5, ладья f8, шах, король g7, e8 ферзь и выясняется, что несмотря на то, что казалось бы белые фигуры далеко в лагере черных и король белых на g2 брошен на растерзание черных фигур, но у черных нет ничего лучшего, чем дать несколько шахов ладья e2, король f1, жертва ладьи в тщетной попытке найти вечный шах, но вечный шах не находится, король уходит и прячется на d2 и заметив, что шахов больше нет, Василий Баргов признает свое поражение, поздравляет Элизабет Хармонт с победой, и таким образом на этой победной ноте заканчивается этот мини-сериал «Ход королевы», сериал о шахматах, о шахматистке, и мне кажется, очень хороший подарок для всех, кто любит качественные сериалы и интересуется шахматами. Рекомендую к просмотру этот сериал, в нем вы найдете, кроме пяти перечисленных позиций, еще множество интересных примеров и ярких комбинаций, конечно, драматизм. Будем ждать следующих серий, следующих сезонов, возможно, они выйдут, окрыленные успехом. Продюсеры и режиссеры подумают о том, чтобы создать продолжение этой истории. Мы будем ждать с нетерпением. С вами была Александра Костенюк. До скорых встреч!